Мусор Добрый день! Сегодня мы давайте рассмотрим такой символ во сне, как мусор. Что такое мусор? Ну, в нашем понимании, мусор – это то, что не нужно, то, что выкидывается из нашего этого, должно где-то убираться, или нам будет очень сложно с ним жить. Значит, вот смотрите, если мусор у вас в доме, это говорит о том, что это мусор может быть, если в вашем доме конкретно, это может быть мусор в вашей голове, мысли, это может быть мусор ссоры, конфликты, то, что не нужно, это надо убирать, это конкретно идёт. Если вы выметаете мусор, это хорошо, значит, это идёт уборка, это сознательная уборка идёт над тем, чтобы вы от этого избавились. Если мусор вы выносите из ведро, выносите, складываете мусор в ведро и выносите на помойку, хорошо, если на помойку, а если просто выносите, выносите мусор из квартиры, это две разные вещи. Если на помойку выносите, вы идёте и видите, что вы выносите, вываливаете на помойку, значит, это хорошо, что вы убрали. Если просто выносите мусор, это говорит о том, что ваша личная жизнь, в которой вы живёте в семейной жизни, проблемы, конфликты, всё остальное вы выносите на общественное мнение, другим людям рассказываете. Это не очень правильно, это вынести мусор из дома, ссор из дома, это примерно та же тоже направление, толкование. Если зловонный мусор, это говорит о том, что это, что такое, когда мусор начинает уже пахнуть, ну, вонять. Это говорит о том, что это долго уже находится, будем говорить, в вашем доме, и это приносит уже очень большой дискомфорт. Дискомфорт очень. Не только, будем говорить, дискомфорт психологического характера, но это может быть дискомфорт ещё и физического характера. То есть вы можете заболеть от этого. Поэтому тут срочно надо заняться тем, что вы должны от этого мусора избавиться. Следующее. Смотря сколько у вас находится мусора. Если это много мусора, это одно, это уже накопилось, это очень плохо и всё остальное. Но если это немного, значит, немного надо поработать. Ну, в принципе, он не очень мешает, но тем не менее, всё равно ваше подсознание показывает, что мусор есть. Если большие кучи мусора, например, во дворе, на улице, вы видите, что замусорена вся улица, замусорена эта. Это говорит о том, что это связано с общественной жизнью. Очень часто снились вот эти мусорные кучи во время пандемии, я знаю. Дальше. Если бы упали в мусорную кучу. Что интересно, такой женщине приснился сон, что она, она говорит, я упала в мусорную кучу и в ней копаюсь. Она в это время зарегистрировалась на сайте знакомств и там, будем говорить, искала себе поклонника. То есть, мужчин, с которым бы она хотела встречаться, строить семью и всё остальное. Ну, вот, скорее всего, наверное, ей кто-то сказал, что сайты знакомствуют как мусорная куча, в которой вряд ли вы что-то можете найти. Хотя я иногда частиком с этим не согласна. Ну, вот такой сон приснился женщине. Поэтому, дальше, что ещё у нас идёт? Так, посмотрим. Если видите мусоровоз, и он мимо проехал, значит, здесь вы наблюдали за ним. Значит, просто-напросто, это общественный мусоропровод, значит, здесь идут какие-то, ну, или законы будут выходить, или правила какие-то социальные, которые, ну, будем говорить, будут чистить социальную жизнь. Это тоже неплохо. Так, сжигать мусор. Сжигать – это трансформация. Трансформация, которая, ну, будем говорить так, вот вы мусор сожгли, он превратился, например, из бумаг или ещё что-нибудь в пепел. Это, говорит, трансформация. То есть, это можно в голове. То есть, перестроить себя, конкретно перестроить. Говорят же, если когда работаешь с психологом, можно посмотреть на проблемы с разных сторон, и она может решаться. Поэтому вот этот мусор, он обозначает, что или его надо трансформировать, то есть сжечь, или же просто-напросто, или его просто убрать. Если вы собираете мусор, значит, вы собираете то, что вам не нужно. Это может быть чувства, это может быть эмоции, это может быть какие-то действия, которые неправильные. Может быть, то, что вам совершенно не нужно. Посмотрите вокруг себя. Скорее всего, какие-то или вещи, или люди, которые вам не нужны совершенно. Это не значит, что все люди мусор и всё остальное. Нет, мусор – это то, что не нужно. Это вы смотрите, пока на данном этапе, может быть, вам общение с этим человеком будет мешать. Может быть, вы с этим человеком вместо того, что будет какую-то созидательную вещь делать, вы будете делать разрушающую вещь. Например, сплетничать будете. Или перерабатывать ту информацию, которая вам не нужна. Очень интересно посмотреть, мусор какой находится. Если вы видите, что находится в мусоре, значит, если это бумажный, чисто бумажный мусор, это может быть инфляция. Бумажный мусор, то есть это бумажки просто стали, превращаются в бумажки, а не в деньги. Эта инфляция может быть достаточно идти, может быть, большим ходом. Если это плоды, например, если гнилые плоды и всё остальное, значит, то, что вы не успели обработать, например, то, что вам предоставлялось судьбой, это уже уходит, это становится мусором. То есть вы упустили время на что-то. Если там кожура от, например, бананов, от апельсинов, обложки от каких-то, по-моему, спагетти и прочее-прочее, это, говорит, мусор, вы очень сильно ведётесь на какую-то рекламу. Это тоже мусор. Ну, в принципе, вот если обобщить всё это... Продолжение следует...